Основная новинка у именитого производителя Палтрона Фрау это целая серия коллекции Outdoor, которая называется Boundless Living, то есть жизнь без границ, жизнь без барьеров, то есть жизнь, которая может перетекать из интерьера в экстерьер и обратно. Эта коллекция модульных диванов называется Solaria и создала ее дизайнерский дуэт Людовики и Роберто Паломбо. Представляет из себя набор элементов для создания собственных диванных композиций, которые также могут быть по-разному оформлены. Основа сделана из металла, подлокотники могут быть металлические с плетенкой, либо отделаны той же тканью, что и диваны. Ну и, конечно, комбинация различных видов обивок поможет вам создать абсолютно индивидуальную композицию. Очень хорошо, если вы дополните эту композицию столиками из этой же коллекции, которые выполнены из берманского тика. Ну, понятно, что это самый лучший материал для использования на улице, при этом он очень теплый как по виду, так и на ощупь. Если этого вам покажется недостаточно, дополните свою аутдор-композицию столиками БОП, которые уже существовали в виде интерьерной версии. Ну, а теперь Жан-Мари Массо сделал и экстерьерную версию, которая имеет очень интересный профиль столешницы. Ну и чтобы закончить эту композицию, не забудьте также и об аксессуарах. Например, целая серия светильников Sparkler, очень интересные, различные размеры. Они могут быть как в подвесной версии, так и в виде торшеров. Ну и, конечно, если вы смешаете различные размеры, то получите тоже очень недурную картину. Но чтобы замаскировать скучные горшки для уличных растений, используйте специальные корзины из серии Шахерезада. Из этой же серии, кстати говоря, и уличные ковры, которые и объединят всю композицию. Вторая уличная коллекция – это коллекция, которая называется Secret Garden, то есть секретный сад или таинственный сад, дизайнером которой выступил Роберто Лоцерони. Структуры мебели для таинственного сада выполнены также из натурального тика. Это и креслица, и диванчики различных конфигураций, и, конечно, с различными обивками. Здесь стоит обратить внимание еще на то, что Палтрона Фрау в этот раз очень серьезно задумывалась и о брендинге. И, конечно, сами шильды с логотипом известной исторической компании тоже выглядят теперь максимально круто. Ну и, конечно, столики тоже выглядят довольно неплохо. Это и журнальные столики, и обеденные столы, и столешницы в данном случае выполнены из глазурованного керамогранита, который как нельзя лучше подходит для использования на улице. Очень классно выглядит механизм регулировки наклона сидений для шезлонгов. Он максимально легкий в эксплуатации и максимально безопасный. Из-за того, что в прошлом году шоу не состоялось, новинки, которые были выпущены фабрикой в прошлом году, тоже можно считать вполне себе актуальными. Это и обновленные кровати Валары Дуэ, это и светильники Софи от Гамфротези, и также новые обивки для мягкой мебели. И, кстати говоря, очень интересна коллаборация с производителем люксовых тканей Лора Пьяно. Ну и вообще, надо сказать, что с коллаборациями у Палтрона Фрау тоже все очень недурно, потому что появились домашние ароматы, появились ароматы даже для машины, ну и появилась целая линейка аксессуаров. Вот этот рюкзачок, это не я оставил, это тоже новая коллекция от Палтрона Фрау, так что сможете еще и такими носибельными аксессуарами дополнить образ своего интерьера. Кстати, очаровательная швырма из плетеной кожи, это тоже произведение от итало-датского дуэта Гамфротези. Но вот эти замечательные прилавки создал другой дуэт, уже китайский Нерри и Ху. Изменения коснулись, конечно, и культовой коллекции кресел Арчи Бальта от Жанна Мари Массо. Появились очень интересные ткани, также появились барные стулья, которые могут быть как на металлической основе, так и на деревянной структуре, что, в общем, тоже само по себе редкость. Ну и, конечно, с точки зрения обивки они тоже могут быть выполнены в тканях. Точно так же, как и полностью тканевая версия, появилась у стульчиков джинджер. Еще на пару предметов я бы хотел обратить внимание. Это домашний рабочий стол, который называется Ирен, и это не имеет ничего общего с именем. Это понятие пришло из японской каллиграфии, которая означает непрерывное движение, с помощью которого можно достичь абсолютной гармонии в этом древнем искусстве написания иероглифов. Ну и последний предмет, это буквально уникальная вещь, это стол Инфинита, также разработанный Роберто Лацерони, специально для Палтрона Фрау, и специально изготовленный из уникального блока мрамора, который купила компания в свое время. Поэтому этот предмет безусловно лимитированный, он был в двух версиях, в крупной версии и более мелкой версии. Ну и насколько мне известно, сейчас уже все проданы, поэтому в следующий раз сможете его купить только на вторичном рынке, где-нибудь на аукционе и за очень дорого. Продолжение следует...